Вот так методичный шаг за шагом техника утрамбовывает силосные траншеи. Все согласно технологии. Важные аспекты – проверка влажности. Работы ведутся активно. В открытом акционерном обществе «Замир» кормов уже заложено 73% или 1100 тонн. В этом году первый укос начали косить позже вследствие того, что была холодная весна, но урожай больше из-за того, что влаги много весной было. Урожайность первого укоса настоящего года на 30% больше урожайности прошлого года. Сейчас первый укос здесь почти завершен с кожей на 98% трав. В структуре сева – люцерна с фистолиумом, люцерна с канареечником, рейграсом. В чистом виде лишь тимофеевка и ежа, которые в дальнейшем используются в качестве сена. Мы находимся на поле, где происходит скашивание тимофеевки. В последующем она будет замотана в сенажные рулоны. Это тоже пойдет к добавку к кормам. В целом в хозяйстве в том году был заготовлен полуторагодовой запас кормов. Поэтому в этом году ситуация с кормами складывается хорошо. И я думаю, хозяйство будет обеспечено в 100% кормами, как сеном, как сенажом, как силосом, так и другими кормами. По темпам уборки трав в лидерах Березовский, Брестский, Ивановский, Кобринский и Малорецкие районы. Здесь скошено более половины площадей. В целом по области уже более 20 хозяйств завершили первый укос. На данный момент мы уже заготовили более полумиллиона тонн сенажа, порядка 170 тысяч тонн силоса. И в целом, если брать на условную голову, это порядка 2,8 центра, что на 0,8 центра больше уровня прошлого года. В принципе, пока травостой хороший. И мы стараемся оперативно, дабы сохранить ее питательность и ценность, убрать максимально короткие сроки. Вместе с тем, в хозяйствах остается и переходящий кормовой запас. На одну условную голову этот запас составил 10,6 центнера, что на 4 больше, чем на начало первого укоса прошлого года. Так что, надеются, аграрии и этот год их не подведет. Евгения Мороз, Анна Букевич, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».